Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в гостях министр экономического развития промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Владимир Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Александрович, как известно, в китайском языке слово «кризис» изображается иероглифом, состоящим из двух частей «угроза» и «возможность». Перед экономикой республики сейчас, конечно, стоит сложная ситуация. Приспособиться к тем реалиям, которые есть в экономике России, найти точки роста. Где они могут быть? В каких отраслях? Где мы можем найти все-таки вот эти возможности для роста? Спасибо за вопрос. Мы весь 2015 год приспосабливались, перестраивались, вернее, под новые условия роста экономики, под те тенденции, под те вызовы, которые она нам предоставила сегодня. Я считаю, что в целом экономика по итогам 2015 года достаточно неплохо сработала. Да, были определенные потери, но в целом мы показали неплохие результаты. Вы знаете, что в сельском хозяйстве мы достаточно комфортно и красиво сработали, с 7% превышением. Поэтому это первая отрасль, которую я хотел бы сегодня озвучить, потому что там, где это точно, о чем вы спросили, точки роста. То есть здесь, именно в переработке, выращивании сельхозпродукции, наша основная тема, она, в принципе, выстреливает. Для меня немножко проблематичнее является строительный рынок. Здесь будет небольшое задухание. Вот было и в 2015 году задухание, особенно в конце его года, но и в текущем году. Но это связано не с проблемами самих строительных организаций, а прежде всего это с кредитованием системы, то есть венозная система, она пошатнулась. И со снижением потребительского спроса. То есть население, если вы помните, в 2014 году сумасшедшим темпом скупало квартиры, то сегодня, в 2015 году это было более спокойно. И вот на 2016 год у меня есть небольшие опасения. Да, и мы были одними из лидеров по вводу жилья на строительном рынке. А сейчас мы немножко снизились. Ну вот это прежде всего связано с платежеспособным спросом. Мы знаем, что зарплаты, они, примерно, сохранились, увеличились всего лишь на 2,5%, при инфляции больше 11%. Поэтому здесь есть у меня опасения определенные. По промышленности и по малопредсреднепредпринимательству практически все отрасли сработали в плюс. И в 2015 году очень хорошие показатели у нас сейчас на 2016 год. Я могу там рассказать по секторам экономики. У нас электротехника наша выдающаяся, они сработали хорошо. Только по итогам первого месяца мы прибавили почти 60% к уровню того года. Представляете? То есть достаточно серьезный прорыв. Химическая отрасль хорошо себя чувствует сегодня. За счет вот... Все-таки мы часто слышим от высших должностных лиц Российской Федерации, от корпораций о том, что программа импортозамещения на сегодня есть или нет, или это просто громкие слова. Ну вот как результат мы можем продемонстрировать сегодня, что она работает. То есть что механизм он запущен. Понятно, что он еще не отшлифован. Понятно, что еще есть какие-то прогрехи, есть определенные трудности входа на рынок, в том числе и наши компании, большие крупные компании. Но в целом понемножку эта ситуация меняется. И все осознают, что сегодня мы должны перестроить структуру экономики Российской Федерации и регионально, безусловно, уйти от сырьевых. То, что об этом многие говорят. Но в реальности это потихонечку происходит. То есть, да, есть случаи, когда еще закупается импортное оборудование, но мы с этим вместе, с предприятиями, с федеральными властью боремся с этой ситуацией. Поэтому программа импортозамещения реализуется. Ну и как еще раз говорю, результат мы показываем сегодня по промышленности хороший результат. По итогам первого месяца только больше чем 7% мы набрали темпы роста. Поэтому здесь я мог бы как за 15, так и за 16 в этот текущий год характеризовать, что промышленность будет в тренде, она покажет хорошие результаты. Есть вопрос у нас по предприятиям концерна тракторных заводов. Они тяжелые, они решаются. И глава республики при встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином поднимал тоже этот вопрос, обозначал тему. Сегодня, буквально неделю назад, было заседание в Министерстве промышленности. Сейчас подготовиться к наблюдателям Совета Внешэкономбанка. Это очень долгое... Долго длится эта история с реструктуризацией долгов. Да, да, да. Там вопросы связаны еще и с докапитализацией самого Внешэкономбанка. Поэтому там проблемы есть. Но я думаю, что во втором квартале, мы прогнозировали все-таки, что в марте месяц какая-то уже расшивка будет эта проблема. Но я думаю, что во втором квартале это случится. Потому что иначе это долго продолжаться на самом деле не может. Вот вы упомянули программу импортозамещения. И она, конечно, начала в полную меру, наверное, работать, когда появились санкции со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов. И вы как-то сказали, что эти санкции пошли на пользу экономике Чувашской Республики. Давайте поподробнее, как они повлияли на экспортно-импортную составляющую, на такие предприятия, которые, наверное, затронули в какой-то степени санкции. Это «Текстильмаш», «Элита», вот вы как-то говорили, «Химпром», «Вурнарский завод». У нас примерно балансирует негативная сторона от санкций и с позитивной. Позитивная – это в плане того, что произошел запрет в аграрном секторе. Это прямо одни позитивные моменты. Но кроме того, что сельхозтехнику все-таки мы пока еще приобретаем иностранную. Вместе с тем, это стимул для поднятия сельхозпроизводства, сельхозмашиностроения именно нашим производителям, российским, отечественным производителям. Но мы очень сильно завязаны на продукты, на материальную базу импортного производства. Здесь мы немножко проигрываем. Но, еще раз говорю, балансируем это о том, что на рынок был запрет по ряду продуктов питания. Поэтому это дало нашим аграриям шаг вперед. Аналогичная ситуация примерно и по реальному сектору экономики. Я имею в виду, что по промышленно-строительному сектору. Что мы еще потребляем импортную продукцию по ряду продуктов. Так, где в России не производят продукты, которые в России не производятся. Скажем, металлобрабатывающие оборудования. Сегодня мы завозим его из Европы. Да, происходит замещение. Если у нас Европа совсем дружественна нам, то мы замещаем ее из стран Азии, с Кореи, из Китая, то из Японии. В этой части мы проигрываем пока. Но выигрываем в том плане, что в изготовлении конечного продукта. То есть конечный продукт по всем практически. Почему у нас химическая отрасль стартанола так сильно? Когда она примерно, если ты темпом в предыдущих годах набирала 5-6%, то сегодня она больше 10% набирает. Это показывает, кроме как девальвация рубля, у нас конкурентный стал продукт. Плюс еще мы замещаем импортный производство. Есть проблема с тем, что в России не производились, вот то, что вы отметили, по предприятиям легкой промышленности. Мы не производили, вернее, производили, но давно перестали производить ткань, для ту же сорочную, для рубашек, для футболок, для нижнего белья, для хорошую ткань, для комплекта постельного белья. Ее сейчас завозили из Индии, из Турции тоже самое, в отношении которой станут сейчас едины. То есть здесь мы и проиграем. Но, опять же, наши предприятия перестроились на инерры рынке поставки продуктов, поэтому сейчас проблем в этом нет. То есть мы получаем качественные ткани из дружественных стран? Из дружественных стран, да, условно говоря. То есть перестраиваемся на санкции немножечко с другой стороны. Хорошо, Владимир Александрович, давайте тогда поговорим про 2016 год. Какие инвестпроекты запланированы на, вот, только что начавшиеся, на 2016 год? И какие, может быть, предприятия, чувашие, какие секторы экономики, которые требуют инвестиционных дотаций, являются приоритетными в республике? Ну, я считаю, что дотация необходима пролёту так, где есть там низкая переработка продукта. То есть для того, чтобы дать старт вот этим начинаниям. Ну, было бы, считаю, что очень правильно будет это датировать, глубокую переработку сельхозпродуктов всё-таки нашу. Для того, чтобы мы выставляли, ну, по молоку взять, например, да, не просто молоко, а там под глубокую переработку, до творога, до сметаны, до йогурта, культуры, там, и иных. Поэтому вот здесь, я вижу, требуется нам поддержка, и мы с этим вопросом будем бороться, там, его отрабатывать. Вот первый вопрос вы тоже мне задали, какие кризисы являются всё-таки это... Возможность. Возможность или это крах? Угроза. Да, угроза. То есть наши предприятия осознают сегодня, что это реальная возможность. Тогда, как в период кризисных явлений мы создаём потенциал, базу создаём для того, чтобы как кризис прошёл, мы могли быстро стартануть. Не ждать, когда вот кризис пройдёт, и затаиться, и не знать, о чём, что будет дальше. Все понимают, что кризисное время, оно пройдёт. Год-два максимум, ну, потом наступят темпы роста, и здесь нужно будет успевать под рынок. Если мы не успеем... Центробанк до 2020 года негативный сценарий опубликовал. Да, и я надеюсь, что всё-таки не случится, он не сбудется, а сбудется, там, прогноз в течение, вот, конец этого года, начало следующего, ситуация должна поменяться. Поменяться, прежде всего, в реальной секторе экономики. Всё равно мы видим сегодня, движение определённое есть, и мы видим, что это... Вот почему наши предприятия, лёгкая промышленность, почему наши предприятия, электротехники, химика, то, что мы говорили, они набирают темп. Потому что рынок большой, и сегодня происходит замещение, но вместе те ребята тоже, иностранцы, они тоже не спят, они пытаются предложить новый продукт. Здесь есть над чем проработать. Так вот, о каких проектах я почему-то сказал, что есть возможность, да? Индустрия строительных материалов у нас сейчас будет развиваться. Мы, там, вот, в Новочебасарске запускается ряд новых предприятий. Казалось бы, там, электротехника набрала уже определённые хорошие обороты, то, что я вам сказал, там, мы 60% почти достигли только по первому месяцу, да? Тоже планируется запустить запуск таких предприятий, как Бреслер. Вот мы буквально на днях, я думаю, что рассмотрим инвестиционный проект новый, и они запустят расширение производства. Это НПП Бреслер. И Чебасарск, электротехника, автоматик, тоже запускает новый корпус. Динамика готовится переехать в новые производственные мощности. То есть ЭКРО запускает две очереди. То, что на тракторе строителей... Ну, вот у нас опять, получается, инвестиции в электротехнику, да? Да, там, где есть высокодобавленный стоимость, высокотехнологичный продукт, там, где есть как-то понятный рынок сбыта продукции своей, там, где мы сильны, там, где наши компетенции достаточно серьёзно набраны. То есть там мы развиваемся. А те, которые всё-таки надо поднимать, там, аграрная промышленность, там, я не знаю, что у нас ещё? Производство материалов строительных, машиностроения. В секторе строительных материалов у нас будет ряд проектов новых. В машиностроении тоже предприятие СЕСПЛ, которое буквально недавно прошёл инвестиционный комитет, запускает новую линейку продуктов. Вот сейчас завершилась сертификация у него танк-контейнера. Это в России практически никто не производит танк-контейнер для хранения сжиженного газа, компромированного газа. Вот это первый продукт будет, и под него он создаёт новую производственную площадь. Это машиностроение. То есть там будет... Текстильная промышленность у нас всегда отстаёт. Вот здесь, знаете, как получается, что мы, имею в виду, что с этой проблемой обращались тоже в Министерство промышленности, о том, что мы пытаемся воссоздать промышленность станкоинструментальную, и одновременно достаточно прохладно относимся к той промышленности, производству орудий труда, который существует сегодня. Да, эти проблемы есть, они тоже отрабатываются с Федеральным министерством, но в виде, знаете чего, не в виде финансовой поддержки какой-то напрямую, а в виде связанных товарных кредитов с нашими тоже дружными странами. Вот у нас была удачная поставка на Кубу, станки Текстильмаши поставлялись, это связанный кредит. Сейчас ведётся разговор по связанным кредитам с Ираном, там есть рядом другие государства, куда вот через именно эту систему мы пытаемся стимулировать развитие предприятия. Владимир Александрович, вот вы уже в начале разговора обмолвились про концертно-тракторные заводы. Недавно приезжала такая большая группа федеральных чиновников, они разбирались там в ситуации, да, и когда вот всё-таки вот когда мы можем увидеть результат, когда вернётся тракторный завод вот на рынок, и потом у нас, я так понимаю, концерн производит неплохую сельхозтехнику, технику для предприятий ЖКХ, должен производить, по крайней мере. Вот в концерне из всего то, что происходит, там самое обидное, это то, что у предприятий имеются реальные заказы сегодня. То есть стоят вот в очереди по производству комбайнов, там тракторов тяжёлых, лёгких, да, сельхозтехники, то, что вы говорите, тяжёлых тракторов, сегодня имеется очередь. Ну, доведено предприятие до такого состояния, что счета арестованы, потому что имеются задолженности по налогам. Как раз эта проблема, ну, федеральные чиновники приезжали смотреть немножко иную тему, это занятость населения, это тоже очень важное. Вот как реализовывалась программа занятости на предприятиях, то есть было показано, чтобы прежде всего задача тоже состоит сохранить людей, компетенции на предприятии, потому что цены на самом деле не стены оборудования, металл, да, а цены людей, которые там работают. Вот эта задача большая, их сохранить, чтобы они никуда не разошлись, потому что если мы их потеряем, то потом не вернём. И говорю, и президент Российской Федерации, и глава, вот то, что озвучил эту тему президента России, о том, что сохранить 9,5 тысячный коллектив на предприятиях концерва у нас, которые здесь в республике. Эта тема обсуждается, и вот ближайшие визиты больших чиновников в Чувашскую республику, я надеюсь, что тоже задвинется с мёртвой точки эта ситуация. Ну, действительно, большое градообразующее предприятие, от которого зависит, ну, даже не микрорайон, а практически весь город уже, ведь столько человек работает. Это не только завод один, в рамках кооперации с трактором завода работают ещё и малые предприятия у нас, то есть это судьба и их тоже, в том числе. Владимир Александрович, давайте поговорим о малом и среднем предпринимательстве. Вот недавно в Чубакса, в Чувашской республике, скажем так, прошло выездное заседание Комитета Госдумы по экономической политике. И были и пленарные заседания, были и, скажем так, практические выездные мероприятия. Это были на предприятии, были в Бреслер, были в Шумерле, где предприятия предлагали свои инвестиционные какие-то проекты. Вот как вы оцениваете прошедшее заседание, вы как профильный министр, что это нам принесёт, что принесёт экономике Чувашской республики вот это мероприятие? Ну, казалось бы, многое сделано для малого бизнеса. Программы пишутся, налоговая льгота представляется двухлетняя для вновь зарегистрированной организации и ряд иных ещё мероприятий. Но вместе с тем проблемы по развитию предпринимательства, они всё равно ещё остаются. Вот для меня прежде всего важно было, чтобы нас, мы тоже готовились к этому комитету, для нас важно было, чтобы законодатели присутствовали, чтобы они услышали снизу, какая реальность ситуации у предпринимателей сегодня. Вот мы попытались донести до них текущую жизненную ситуацию, как развивается, насколько для каждого из регионов, не только для Чувашской республики, у нас сегодня треть занята в экономике, это именно субъект малосреднепредпринимательства. Так вот, пытались донести, какие проблемы, с чем всё они сталкиваются, что нужно сделать. На именно, вот на их, на законодательном уровне мы подготовили там законодательные инициативы, предложения по их совершенствованию. Поэтому в этом плане я считаю, что, я надеюсь, что они нас услышат, мы, там, есть протокол, есть обращение в адрес тех законодателей, которые у нас были здесь, в адрес комитета, и поэтому большая надежда на отработку этих теперь протокольных поручений. — И они поддержат наши проекты, наши предприниматели? — Я думаю, что да. Как законодатели они выйдут с инициативы по внесению изменений в ряд законов, в Кодекс административных правонарушений и ряд других законодальных нормативных документов. И вторая тема, которая тоже не менее важна для нас была в этот период, это приехала корпорация, приехало почти руководство, и генеральный директор Броверман Александр Арнольдович, его заместители, директора департаментов, где реально разбирались с предпринимателями, которые производят высокотехнологичную продукцию, их не интересуют тоже сырьевой, услуги, и больше всего интересуют задачи. — Это обеспечение высокотехнологичной продукцией нашей госкорпорации. Мы часто обсуждаем в рамках политики импортозамещения о том, чтобы госкорпорации, которые сегодня торгуют бюджетными деньгами, бюджетные деньги торгуют на сотни триллионов рублей для того, чтобы они перераспределяли эти средства и на малый бизнес, и мы, в свою очередь, могли обеспечить то качество продукции. Поэтому мы обсуждали, во-первых, поддержки высокотехнологичной системы в экономике, это, вы назвали, и Брессер, и предприятие по производству строительных материалов, между прочим, которые сегодня в Россию поставляются из Америки, плюс это насосы дренажные и вертикальные, плюс это трансформаторы, ну, очень много проектов было рассмотрено. Мы направили сегодня предложение по кредитованию, они очень комфортные условия по кредитованию, это 10-11% годовых для предпринимателей предлагают. Это очень комфортные условия сегодня по сравнению с 8,20% в традиционных банковских секторах. Плюс они, какая еще польза, я вижу от них, это именно, о чем мы говорили с вами, это расширение возможности поставки для госнужд. То есть, возможно, что крупные корпорации государственные будут в том числе получать продукцию и от наших? Абсолютно верно, конечно. Это, наверное, важно, в том числе, это же и занятость населения, с какой степени доходы у трудящихся. Прежде всего, это гарантированный спрос на их продукцию со стороны бюджета. Владимир Александрович, еще одна такая тема, наверное, актуальна для экономики Чувашской республики. У нас давнишние контакты с китайскими бизнесменами, с китайскими предприятиями, да, и там планируется агропарк, они собираются у нас строить. И плюс такое нашумевшее дело строительство, производство глифосата в Новочебоксарске на химпроме. Вот в каком, на какой стадии все это, что это нам дает, еще раз давайте скажем, да, чтобы люди не переживали, что там страшное химическое производство в Новочебоксарске. Очень много было переживаний по поводу агропарка, да. Ну, я еще раз говорю, заверяю, что, ну, во-первых, может, мне стыдно констатировать, что проекта со стороны вот китайских, тех партнеров, которые вот зашли в республики, со стороны их не будет этого проекта. Агропарк Сычуан Чуваша, его не будет. Они отказались от нас или мы от них отказались? И мы от них отказываемся по причине того, что мы не понимаем, сегодня нет нормальных запросов, сегодня нет нормальной концепции развития этого агропарка, нет понятных финансовых ресурсов у компаний, которые пытаются сюда зайти. А больше всего смахивают какие-то показательные такие вещи, ну, не знаю. Поэтому я думаю, что агропарк Сычуан Чуваш, его в такой визе не будет. Ну, и слава богу, если они такие неконкретные. Поэтому, ну, китайцы, они сами по себе очень тяжелые переговорщики, вот мы, считайте, два года с ними уже там пляшем, да, а существенно с места не сдвинулись. Поэтому в этот проект я не верю, я надеюсь, что эта компания, ну, мы их не увидим. Ну, давайте наших сельхозпроизводителей тогда лучше развивать. Да, конечно, абсолютно, абсолютно верно. Я лучше землю отдам нашим производителям для того, чтобы они могли комфортно реализовать проект. Ну, конечно, по поводу глифосат, опять же, это сегодня химическая отрасль относится со стороны госорганов очень щепетильно. Невозможно построить завод, который наносит вред, там, экологический, технологический вред, вред населению республики, природе и вести его эксплуатацию. Это невозможно. Как бы ни хотели, какие бы силы ни стояли за этим проектом. Там много в Ксельберг все реализуют, но невозможно все это. Ни один Ростехнадзор, ни один чиновник не возьмет на себя ответственность на запуск производства, который может угрожать жизни населения. Поэтому не нужно беспокоиться о каком-то химическом опасном продукте. Глифосат – это традиционный продукт, который в России и в СССР раньше было им пользовались. Могут там политики преподносить это как, ну, свою пиар-утку для того, чтобы расшатать ситуацию. Ну, нужно поверить, что проект, если будет реализован, а сегодня ведется проектирование этого завода, то он будет реализован в рамках норм законодательства, экологических, технологических. Поэтому не нужно... Инвестиции на какую сумму предполагаются с введением в строй этого производства? Ну, обсуждали это. Я не хотел бы пока вот забегать вперед. Да, давайте, вот, как только свай начнем забивать у этого завода, пройдет хотя бы экспертизу, проект, да, после этого мы можем говорить о реальном вложении инвестиций. Почему? Потому что сегодня технология, она отбирается, она не утверждена пока еще, по какой технологии будет производиться. Это может и европейская технология, может быть, китайская технология. Нельзя сказать, что если китайцы мы привыкли слышать, что это плохой продукт, сегодня это совершенно не так. Будет отобрана, компании будут отобраны самые лучшие технологии, которые обеспечат выпуск, прежде всего, безопасного продукта. Спасибо большое, Владимир Александрович. Я надеюсь, что действительно все будет так, как вы задумали. А я напомню, что сегодня у нас в правительственной связи был министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики Владимир Аврелькин. До свидания.